Девишник на радио 7 И говорим мы сегодня о страхах в жизни женщины. Насколько важны эти страхи, присутствуют ли они, или можно же все-таки жизнь прожить без страха. И наш гость сегодня, Геннадий Махненко, сказал, что все страхи, они приходят из страха смерти. Мы вполне согласны, в принципе, но тем не менее, насколько бы мы духовными и такими крепкими верующими не были, все равно мы без страхов жить не можем, мне кажется. Давайте я позволю себе представить сменившегося гостя. Да, Сибири Демидович, когда у нас черный портфель остался, белого нет. Вместо Демидовича, который со своими страхами убежал отсюда, здесь мой хороший друг и... Бесстрашная надежда. Человек с потрясающей судьбой, потрясающей историей. Я просто хочу представить, это человек года в Украине. Вот, несколько месяцев назад Евгению и его супруге, политики, весь политический бомон, вся элита Украины, собравшаяся в национальном театре, вручили титул людей года, как вот, People of the Year, у вас есть тоже такое здесь, да? Гордость наций, народные герои Украины. У Жени 11 деток, из них 7 приемных детей со СПИДом, с ВИЧ-инфекцией. Да, это первая семья, которая усыновила в стране ВИЧ-инфицированного ребенка. И у них вот 7 деток ВИЧ-инфицированных. Я просто наставил на том, чтобы вы поздравили Евгения, потому что он второй день как в США. Это его первый визит за границу. Это его первый перелет на самолете. И вот он как бы сейчас оглядывается вокруг на другой мир. И я очень рад тому, что... Я его уже видала на компьютере, когда именно проходил этот процесс, когда его поздравляли, эта церемония, да, вручали ему, значит, это... Эту церемонию смотрели в прямом эфире где-то 4,5 миллиона человек. Вау. Это была вся элита, весь бомонд, истеблишмент, богема, как они себя называют, Украины. Мэры городов, губернаторы, министры, премьер-министры, слезы в глазах. Да, невозможно было смотреть. Я здесь была. Ключко, чемпион мира, кусает губки. Кучма, наш экс-президент, отводит глаза. У женщин стекает штука... Косметика стекает у женщин, простите, да. Ну, не только женщины, и мужчины плакали. Да, да. Это правда было замечательное событие. Это вообще... Вот, и Евгений один из тех, кто со страхами справился. И он, и его жена перебороли много страхов, взяв первого ребенка со СПИДом, второго, третьего. Наверное, у него вообще страха нету, если столько взять детей, и тем более... Он полным вашим распорядом. Хорошо, мы приветствуем Евгения и Сайя. Мы приветствуем вас, и рады, что вы с нами сегодня. И хотим, чтобы вы нам рассказали, как вы преодолели этот страх, что взяли таких детей. Это, наверное, прежде всего, жена в первую очередь поборола эти страхи. Потому что я сам с таким страшным диагнозом, как и эти детки. Вау. Она не побоялась выйти за меня замуж. Я уже более 20 лет, 21 год пошел тоже со страшным этим диагнозом ВИЧ-инфекции. Женя был ВИЧ-инфицированным номер 8 в Донецкой области. В Донецкой области. Зарегистрированным, да? Уже просто 3 года назад приезжал врач. Можно я добавлю одну деталь? Когда Жене поставили диагноз ВИЧ-инфекция, он не успел вернуться в палату, как его уже выписали из больницы. Постель сожгли, а кровать сдали на металлолом. То есть, настолько был силен страх. И вот его супруга не побоялась завязать с ним свою судьбу. Да, она дважды приходила на разговор до пастора. Я им отказывал. Дважды он отворачивал. Я говорю, ребят, нет, нет, нет. Иди, говорит, Света, еще 3 месяца походи. Может, это любовь угаснет. Может, она пройдет. Может, что-то еще там изменится. Может, все это просто что-то такое было. Но она не отвернулась. И пришла в третий раз. Говорит, окей, если ты уже согласна, я должен сказать всю правду о Жеке, что он с ВИЧ-диагнозом, у него туберкулез тогда, у меня еще на данный момент был. И мальчик с полным букетом говорит, тебе просто, ты свою жизнь, ты полностью здоровая. Ну, я не знаю, что я ей двигала. Наверное, Божья любовь двигала, я так думаю. Она не отвернулась. Мы соединили судьбу, и вот уже 7 лет в браке, если быть открытым, честным, 7 лет мы живем, не предохраняясь. И по сей день она не заразилась, вот в сентябре. Хотели историю о преодолении страхов? Вот вам, пожалуйста. Вот с этого и надо было начинать. А как насчет страха взять ребенка со СПИДом, которому врачи говорят, что он не жилец, что ему 2-3 года максимум в лучших прогнозах. Светлана, мужественная женщина, она справилась и с этими страхами вместе с Женей. Евгений, передайте Светлане наше большое-большое уважение. Пусть Бог ее обословит. Мы были очень тронуты и наблюдали за всей программой. Действительно, очень уникальная история вашей жизни. Я прямо сейчас на Фейсбуке твоей супруге напишу, чтобы она не боялась. Она хоть и храбрая, но чтобы она не боялась, что все в порядке, что ты жив и здоров. Вы знаете, такие примеры так нужны в жизни женщинам, особенно в христианском мире. Иногда нужен пример какой-то, который тебя действительно побуждает делать что-то, двигаться, не бояться. Особенно, когда кажется, что тебе так тяжело. Но ты когда вспомнишь, что у кого-то есть еще тяжелее моменты. Я вот сейчас слушаю этих братьев, я думаю, ужас. И забыла за свои проблемы сразу. Да, оказывается, мои это вообще ничего нас против. Для меня это баф. Сейчас, в каком виде я была. Я просто, чтобы вы понимали, гордость Украины. Человек года в стране пришел в церковь 10 лет назад. Переступил порог церкви в ужасающем виде. Ели живой. Его там избивали и почти забили. Второй сказал, говорит, давай ножом перережем горло. А тот говорит, да не надо, уже типа все сделано. Вот он пришел в церковь с дыркой в голове, пластинкой закрыты здесь мозги. Вот пол синяк на пол лица, вода в легких. То есть, ну, мягко говоря, это был доходяга, который уже пару шагов до могилы. Кто бы мог подумать, что с красавицей супругой, а им пошили эту одежду модельеры на эту процедуру, они будут идти по красной дорожке, как звезды Голливуда, под аплодисменты и слезы всей элиты страны, политической, да, культурной, и получат титул Люди Года, и что политики выстроятся в очередь, чтобы с ними сфотографироваться. Когда любовь, эта история удивительная, история любви. Вот история, когда любовь победила страхи. Любовь к Жене победила страх. Выйти замуж за что. И сегодня прекрасная семья. Любовь к детям победила страх ВИЧ-инфицированных детей. И сегодня это надо видеть, знаете, я... Значит, у нее совершенная любовь. Если у кого-то страхи кого-то сильно накроют, у меня есть простой рецепт. К Исаевым домой побудьте там, вот в этом... Девишники-мальчишники, там у них целый цветник такой, знаете. И сразу попускает. Хорошо, Геннадий, к вам тоже вопрос. А у вашей Жени не было страха, когда вы тоже с этих ям поднимали этих детей вшивых, грязных, вонючих? Кроме того, они еще были и преступники. За ними еще тянулась их прошедшая жизнь. Мы можем с Женей хвалиться нашими женами всю оставшуюся часть программы. Поэтому вы и в девишнике, пожалуйста. Поэтому вы и в девише имя. Ну, правда, они особые. И я не извиняюсь, я не хочу никого обидеть. Каждой женщине нужно мужество, да, в этом мире, как это не парадоксально звучит. Но наши, конечно, отличились в этом плане. Потому, что моей жене пришлось проходить через угрозы наркоторговцев. Нам приходилось и заботиться, и прятать детей. Да, даже доходило до... Меня объявили покойником. Знаете, это непростые вещи. Делить любовь мужа с детьми приемными. Это непросто. Жить в тех условиях, в которых мы живем. И он, и я. Просто, чтобы вы понимали, да. Гордость Украины с 11 детьми сегодня живет в 54 квадратных метрах. Это площадь чуть-чуть больше. А скажите, вам не подарили государство ничего? Они пообещали построить им новый дом. Обещали сделать это еще, что они уже в ноябре въедут. Обещали, сколько на Украине ждут? Три года. Дай Бог, что будет. На четвертый забываю, да. Ну, а слава и Господи, да. Вы знаете, есть... Почему я настолько тронута вашими историями в вашей жизни и в вашей Геннадии? Потому, что не каждая семья и каждая женщина вообще хочет даже взять приемного ребенка. При всем ее благополучии. И взять ребенка в таком состоянии. Вот у него болезнь, у него какие-то, может быть, уже сформированные навыки к другой жизни. Ходите честно. Вот это та классическая ситуация, когда страх управляет судьбой человека и лишает его огромадного счастья и огромадного благословения. Вот есть мифы, да. А смогу ли любить как родного страх? Или а вдруг он станет такой-то, какой-то. Свои дети могут такие тоже быть. Да, смогу ли любить как родного? Ребята меня спросили, семья одна. Они говорят, мы уже почти взять решили. А потом подумали, наверное... Вот страх начал контролировать. Когда они это говорили, у них на руках был щеночек. Я говорю, можно вашего щеночка? Вот взял на ручки. Я говорю, ой, какой классный. Они, ой, какой классный. А я говорю, можно я ему сейчас голову отверну? Они перепугались. Пастор, что вы такое говорите? Вы же пастор. Можно я сейчас его об стенку шандарахну? Пастор, что вы? Я уже так ручки тяну. Ну, пастор, работа тяжелая. Мало что там в голове переклинило, перепаяло. Я говорю, да не беспокойтесь. Я так, для иллюстрации. Я говорю, объясните мне. Почему вы его так любите, этого щенка? Он что, родной для вас? Вы носили его 9 месяцев под сердцем? Или у него ваша генетика? Почему вы так любите? Потому что однажды он, вильнув хвостиком, лизнул вас в щечку. И все. И вы полюбили. Вот страхи управляют нашей жизнью и лишают нас огромного благословения. Сколько женщин могли бы испытать счастье, когда у нее услышали бы «ма». «Ма». От ребенка, выброшенного, да, сироты, обреченного. Сколько счастливых дней, минут, лет они забирают у себя люди из-за страхов. Когда страх управляет жизнью человека, это трагедия. Это на самом деле трагедия. И это связывает нас по рукам и ногам. Замечательно было сказано, что я разговаривала с одной женщиной, которая здесь живет. Они адаптировали, если не ошибаюсь, или четверо, или пять детей с Украины. Разного возраста. И, кстати, весьма взрослого. Подростки, вот такой вот возраст. Самый тяжелый возраст. Да. И всячески люди их отговаривали. И говорили, а как это, как то. И я просто настолько благодарна, что в нашей местности есть такие люди, которые также открыты принять других детей. Хотя это с Америки, например, это стоит намного больше. Но все-таки люди идут на этот шаг и принимают такие решения. Неделю назад был на собрании в одной церкви здесь, в Сиатле. Вот только прилетели мы. И в течение этого одного служения пять деток благословляли в две семьи приемных. То есть две семьи русскоязычных славян, живущих здесь в Америке. Они взяли одна семья троих, вторая двоих. Несмотря на жуткое издевательство чиновников, которые построили огромные преграды на пути к усыновлению. Но они переборолись в страхе. Взяли этих деток. И вот, ну послушай, нельзя, чтобы страх управлял судьбой человека. Да. Я понимаю неверующих людей, которые скованные страхом, проживают ужасную жизнь. Но верующий человек должен избавляться от страха. Любовь, правда, лучшая для этого средства. Конечно. Я и своей жизни знаю. Если бы не Бог, то я не знаю, где бы я была. Я 12-й год как разведенная. И, ну как, я знаю, что это враг посылал. Разные такие страхи. Это вообще. И жутко дома было находиться. И свои тени, можно сказать, боялась. Но благодаря тому, что я люблю Бога, и я постоянно прибегала к Богу. И, ну, в трудный момент всегда, когда я молилась, а то Бог убирал разный страх. И когда ночью кто-то постучит или еще что-то, дети сразу ко мне. У меня три мальчика и все погодки. И мне же нужно делать вид, что я ничего не боюсь, хотя у самой страх есть. И только благодаря Богу, когда начинаешь молиться, Бог убирал этот страх, убирал все. И я очень благодарна Богу, что я знаю Бога. Если бы не Бог, я бы не знаю, где была. То не дай Бог. То не дай Бог, да. Без Бога, то не дай Бог. Слава Богу. Позвольте мне сказать, я совсем недавно вот перед отъездом консультировал одну женщину разведенную. И за ней ухаживает сейчас хороший парень. Скажем прямо, один из моих приемных сыновей. Поэтому очень хороший парень. И знаете, я говорил, я вижу страх у нее. Она, ну она была предана. Она была просто выброшена, да. И у нее страх. И одна из вещей, о которой я ей говорил, не позволь страху просто сковать тебя. Потому что очень многие женщины, которых предали. Во-первых, первое, всем женщинам, которых бросили, предали, поиспользовали, вытерли ножки и выбросили псевдо-мужики. Всем от нас, мужиков. Просто простите. Христом Богом молю. Всерьез. Просто не держите зла. Из-за хилости духа. Из-за слабости. Из-за нашей чахлости духовной. Таковых мужиков полным полным. Ну так бывает. Но не теряйте надежду. Доверяйте Богу. И, внимание, и не бойтесь. Если Бог пошлет вашу судьбу человека, не бойтесь доверяться. То есть, понимаете, ну как, вот очень многие женщины из-за этого страха больше никогда не создали семью. Однажды уже преданные или раненные. Да, вот не позвольте, чтобы этот страх контролировал и, потому что я знаю, я знаю таких ситуаций много. У меня такое есть. У меня большой очень страх выйти замуж. И страх остаться одинокой. Тоже, как бы думаешь, сыновья женятся потом, кому ты нужна. И страх выйти замуж. У меня, ну много было уже моментов, когда как бы дело доходило уже ближе к свадьбе. И я отказывала. Вот какой-то на меня страх нападает того, что думаю, не дай Бог, если он будет опять такой же самый. Пастор Геннадий, как вы думаете, можно изгонять дух страха в этих случаях? Или все-таки со страхом нужно как-то бороться? Многие люди просто изгоняют. Я не очень верю в то, что это, ну как, я не верю, что у пасторов есть волшебная палочка, которую ты взмахнул три раза, да, там, произнес правильные слова, там. Хатабыч был персонаж в моем детстве в сказочной, там, «Тах тебе дох». Ну, просто во многих церквях учит того, что нужно изгонять. Понимаете, я не верю, что работают легкие, человек не машина. Нельзя просто шестереночку быстренько поменял, и все сразу наладилось. Первое, надо осознать, что происходит с тобой. Я обжегся, меня предали, да, теперь я боюсь довериться людям. Второе, надо понять, что люди правда могут предать опять. И вероятность этого есть. Но третье, надо, доверяя Богу, все равно, все равно доверять людям. Понимаете, доверять людям все равно нужно. Не все подлецы, не все предадут, не все негодяи, да. Надо доверять Богу, и в этом доверии, доверяя Богу, учиться доверять людям. Скажу прям, может быть, и спаус пастор, это как-то прозвучит не очень, да, но, но очень многие женщины лишают себя благословения, которых бросили, нет возможности вернуть семью, да, у того уже там новое, пятое, десятое, все, нет никаких шансов. Очень многие женщины, вот этот страх контролируя, они, они отказывают хорошим людям, которых, извиняюсь, Бог в их жизнь иногда посылал. Поэтому, ну а для этого шага, опять-таки, нужно доверие Богу, Господь, нужны серьезные отношения с Богом, Боже, я доверяю Тебе, я, если, молитва серьезная, Господь, если это от Тебя, то Ты, пожалуйста, ну как-то утверди меня в этом, дай мне смелости, да, я видел много трагедий в этом плане, тяжелая и горькая тема. Как у вас тут, с разводами тоже все кипит, да, кипит, много разведенных, Жень, много семей разваленных здесь тоже, да. Особенно в последнее время это очень-очень много семей разведенных. Все есть. И кто-то встает жертвой развода. А ну-ка дайте-ка мне протестировать через вас ситуацию в Америке, да, вот у нас явление, которое еще там 20 лет назад сложно было представить, явление, когда женщина бросает, когда женщина уходит, женщина инициирует развод, без вины, там, прелюбодеяния второй стороны. У нас, я такого, допустим, 20 лет назад почти не слышал, сегодня это очень часто. У вас тоже? Конечно. Я слышала даже молитвенная группа, есть одна у нас здесь, ну, у нас их много есть, потому что население большое, и у одной женщины, которая молится и помогает ей молиться вместе, поддерживает молитвы, она сказала, что на данный момент, на то время было 32 человека на ее листе, то есть столько семей, из них 20 с лишним, я просто не помню цифру, не могу ее выдумать, 20 с лишним или 28, где-то почти до 30, это была инициатива, где женщины оставили семьи, они ушли к другим. А вот этот другой процент, это такие ситуации, когда мужчина оставил, и это родители просили поддержать их в молитве, чтобы эти дети… Получается, что женщины больше оставляют мужчин, чем мужчины здесь. Да, здесь в Америке, вот эти ситуации. Спасибо за справку от вашего девичника, потому что эта тенденция у нас усиливается, очень удивительно смотрится. Да, то есть не пытаются воссоединить семьи или не хотят дело иметь, и очень поспешно это все разрывается очень быстро. Можно я поэксплуатирую ваши… В том, что вот такая причина, как просто нет любви, она уже воспринимается даже у служителей церкви причиной для развода. Вот если она говорит, я его больше не люблю, и пастор просто разводит руками, говорит, ну окей, если ты не любишь. Но, в принципе, смотрите, если брать большие имена… В славянских церквях тоже появляется такая тенденция. Я про славянские говорю. Так она и говорит про наши. Да, очень много уже случаев таких. Ну, если брать люди, на которых мы смотрим, многие женщины увлечены, я не буду называть имена, великих американских проповедниц, которые ведут за собой очень многих, и многие каждое утро получают от нее слово, и, значит, живут этим. И вдруг эта женщина заявляет вот просто так, вот мы развозимся с мужем, значит, то есть никакого нет вины прелюдияния, ничего, она просто решила с ним развестись. То есть это на огромном мировом уровне, и это видит мир, и женщины, которые за ней шли, она была для них идеалом, примером. Не прикасайтесь к моей больной теме, к женскому пастырству, я сейчас сильно могу раз к четыре. То есть у нас это встречается, знаете, и это очень печально. Это просто перекошенный мир в последнее время, мы в нем живем, и вот нужно как-то разбираться. И поэтому страхи женщины очень сильно связаны с тем, что происходит именно в этом перекошенном мире, когда феминизм выпался в таком извращенном виде, и мужчина просто вынужден быть в опущенном состоянии, извините меня, такое выражение. Мы сами женщины позволяем мужчинам становиться не мужчинами, потому что мы вырываемся куда-то вперед, мы хотим быть пастырями, пастырями, служителями, лидерами. На старой Вене и помнишь, что это в жизни перепуталось хитро, была такая в 30-е, 50-е годы. На путье, у нас такой нет. Ну да, не будем сейчас, это старая славянская песенка. Да, поэтому страхи женщины, я думаю, мы в принципе говорим сейчас, обобщаем, мы не говорим чисто за христиан, потому что вот реакция у нас в чате у женщин такая, как вы можете говорить, христианка, они боятся Бога. Да, мы все боимся Бога, понятно, мы не боимся стареть, мы не боимся морщин, поймите правильно, мы берем в общем. Психология женщины, это нормально, это первая реакция женщины, она хочет всегда быть прекрасной. Поэтому задача мужчины, который рядом с ней, мужа, всегда дать ей, понять, что она прекрасна, с ее морщинками и с ее нестройной фигурой. Это задача мужчин, чтобы женщина чувствовала себя рядом с ним красивой царицей и прекрасной женщиной. Горе тем мужикам, которые любят только тело. У Евтушенко есть хороший стих, где он говорит, как жалок тот, чья цель кровать. И дальше там, я сейчас не вспомню, он говорит, я душу твою люблю. Это когда ты влюбляешься в душу, в сердце человека. Это, конечно, с телами все очень мрачно, мы опять перейдем. Я думаю, каждая женщина мечтает, чтобы полюбили ее душу. Но она как-то заблудилась и не понимает, где любовь к ее душе и где любовь к телу. Потому что нет понятия правильного любовь к Богу. Она потерялась. Мы слушаем вас. Добрый день. Алло, здравствуйте. Меня зовут Светлана. Вот я вашу тему слушаю. Не удержалась, чтобы не позвонить. Светлана, вы герой. Давайте прорвались. Вы говорите про страхи. Но, по-моему, в нынешнее время у людей неправильные страхи. Например, у женщин страхи, как выглядеть в окружении. Хотя у нее должны быть страхи, как выглядеть перед мужем. У мужчин сейчас те же самые служители, и просто которые в церкви делают какую-то работу. Для них очень важно, как на них смотрят люди и в церкви. А для них вообще не важно, как на них смотрит жена. Поэтому проблема сейчас. И в то же самое время, получается, они не думают о том, что у них жена и дети – это их будущее. В случае проблемы, церковь их не поддержит. Ну, придут там пару раз, проведают. Но когда случится горе, эта жена, она будет с тобой всегда рядом. Они просто ни мужчины, ни женщины сейчас распыляются на окружающую среду. Что о них подумают люди окружающие. Хотя самое важное, что о тебе подумает Бог, что о тебе подумает жена и дети, и муж. Все. Светлана, спасибо вам большое. Очень мудрое высказывание. Я поисклуатирую ваш эфир. Мне здесь в Америке постоянно заявляют, что меня бросила жена. Я просто воспользуюсь возможностью провернуть этот слух. Хотя, как я уже сказал, меня дома уже две недели нет. Поэтому я, кто его знает. Но мне уже несколько раз говорили. Говорят, точно, Махненко жена бросила. И говорят это так безапелляционно. Говорят, в какой-то церкви им кто-то сказал. Вот так, чтобы просто... Геннадий, это нормально. Мне тоже такое часто говорят. Да, тоже так. Что ты бросила, да? Да, что там мы тоже бросаем. Грустно, конечно, то, что происходит. Вот понятие неверное. Для меня слово верность, оно святое. И мне сложно понять, как легко могут люди просто рвать заветы. Для меня это трагедия. Кстати, когда я вижу там... Я не могу спокойно... Может быть, потому что мы завязаны на детской теме с Евгением. Когда я смотрю на детей, вот этот, знаете, это классика. Мужик хлопает дверью, говорит детям, подрастешь, поймешь. Брехня, ничего они не поймут. Это неправда. Это слишком тяжелая рана. Когда вот так вот разрывают семьи. И вот страх, который нужен, нужен страх перед Богом за то, что ты берешь на себя эту несоветку. Это серьезный грех. И вот этого надо бояться. Потому что раны, которые остаются у детей, раны, которые остаются у женщин брошенных, за это Бог взыщет. Это серьезно. Это просто до такой степени как бы обида, которую невозможно никому передать, когда ты впервые в жизни ощущаешь предательство. Когда твой любимый человек, с которым ты прожил семь лет, и он тебя предает. И ты знаешь, что он живет с другой. Он начинает любить других детей. Примерно детей не его, которую он взял, и у нее ребенок есть. Он начинает любить чужого ребенка. А твои дети остаются абсолютно без всякого внимания, без всякой любви. И вот только через 10 лет, после нашего развода, в том году, мой муж первый раз, бывший мой муж, пришел первый раз посмотреть своих детей. Когда он уходил, старшему сыну было, еще не было 6 лет, он пришел, ему уже было 16. Он был в шоке, что сын уже 6,2, рост такой. И он просто не узнал его, он выше уже его, хотя на него похож. И второй так же сам пришел, он, а это кто такой? Я говорю, как кто? Максим твой. Он в шоке был от каждого ребенка. И думаю, ужас, какое у тебя сердце 10 лет жить в одном городе, рядом, через несколько улиц, и не видеть своих детей. У нас с Женей на двоих есть. У нас, Алина, есть сын на двоих. Он юридически мой приемный, а физически Женя. Женя, я хотела бы, чтобы вы не были. Я ему в аренду сдаю его. У нас очень все сложно и не так просто, как может показаться. Женя, вот расскажите, у вас так много детей приемных, какие-то особенные какие-то переживания. Вообще трудно даже задать какой-то вопрос, ну понятно, легко или сложно, это смешной вопрос. Трудно ли вам, какие проблемы у вас там? Ну вообще, как это? Проблемы, ну они всегда есть, были и будут. Не бывает никогда. У всех же разный характер, вот у ребенка, у каждого же разный характер. Дети, если именно детей брать, дети они очень большие психологи. И они чувствуют, где есть фальша, а где по-настоящему и искренне. Я просто, если на примере своей семьи, у меня в семье знают, что я не делю родная это или они кто-то приемный. Они знают, но только может маленькую Еву, ну чуть-чуть больше. Потому что она маленькая, она вообще сейчас еще ничего не понимает, там да и то, да и то. И дети как бы старший возраст даже, ну родная и приемная, и никто на этом не притыкаются. Они знают, что она чуть-чуть подрастет, когда начнет понимать, начнет говорить, что она станет точно, как и все на один уровень. Вот как Анечка подросла старшая, она точно так нуждается. И мне нету там, что я Анечке куплю сникерс, а этим вообще ничего. Всех любим одинаково, все они в нашем сердце, все ли они у нас дорого. Хватает ли на всех времени, на каждого ребенка? Вот как Геннадий сказал, что с каждым нужно поговорить, объяснить. С каждым надо, они хочут иногда по индивидуальному, чтобы у нас вот с Юрой последним мы забрали, когда, это вообще был случай, ну он такой избитого его привезли, его родной отец просто избивал арматурой трубы. Это ужасные фотографии. За то, что лекарства не принимал. Просто не принимал лекарства, и отец говорил, твоя мать, он все 10 лет ребенку долбил в голову, она меня заразила, и она все виновата, или там я не буду вдаваться, кто там кого заразил, или может это он. Ну что, мать все поломала, мать его умерла родная, и избивал его. Ну мы хотели как-нибудь ребенку дать любовь, там может в экстрим парк, в аквапарк свозить, там что-то, на какие-то машинки, качели. Мне не было дома. Приезжаю домой вечером, прихожу в комнату, супруга сидит, плачет. Я говорю, что-то такое случилось, может какие-то проблемы с детьми. Он говорит, постучался Юра, и говорит, мне вообще ничего не надо, никакой аквапарк, говорит, дайте мне, говорит, любви. Я понял, что он просто 10 лет был лишен той любви, которую он просто ребенок искал и хотел получить. На Рождество как-то мы сидели с моей семьей, с приемными моими родными детками, и по кругу я спрашивал, что вы хотите, о чем мечтаете в этом году. Ну какая у детей, хочу mp3 плеер, велосипед хочу, хочу там то-се. Когда очередь дошла до одного из моих пацанов, который появился в этом как раз году у нас, алфавит не знал, букву А не знал в 14 лет, Сашка Чеботарев. И вот он дошел до него круг, и я говорю, ну ты, Сань, что хочешь? Он так улыбнулся своей потрясающей обаятельной улыбкой и говорит, что я хочу? Да что, говорит, мне хотеть? У меня теперь есть отец и мама, у меня есть братья и сестры, крыша над головой, есть что покушать. Да не надо мне ничего, все теперь у меня есть. Меня подорвало здорово, я просто не мог, мне нужна была пауза, чтобы продолжить эту процедуру. Но мы немножко ушли в другую тему от страхов. Вы знаете, я так поняла, что, да, Геннадий Сори, меня уже тут скоро за дверь выставит, я так поняла, что я всех перебиваю. Говорите, да. По поводу страхов, я просто хочу обратиться ко всем мужикам, которые, или к женщинам тоже, в связи с тем, что это часто инициаторы разводов. Я хочу рассказать историю, неделю назад она случилась с одним из моих первых приемных сыновей, парню уже 25 лет, но он еще со мной живет, такой немножко не от мира сего мальчушка, живет с нами, помогает здорово. И вот неделю назад, прямо перед выездом, случилась история, был прекрасный семейный вечер, мы почитали писание, посмотрели фильм, даже оперу послушали вместе с детьми, и уже когда легли спать, вдруг у него началась истерика. Он буквально закрыл лицо руками, его типало, колотило, и мы все подскакивали, паника, Саша, Саша, а он, ну, невозможно. И когда он успокоился через полчаса, я вывел его в прихожую, говорю, Сашка, что случилось? 25 лет. И пацан, приходя в себя сквозь слезы, говорит, прости, батя, батю вспомнил. Он вспомнил батю, который предал его и бросил, когда ему было 8 лет, и исчез в неизвестном направлении. И вот мальчишке 25, а там до сих пор так сильно болит, что он навзрыд полчаса не мог успокоиться. После прекрасного семейного вечера он вспомнил. Я к чему, что если вы думаете о разводе, вы завели любовницу, вы посматриваете на сторону, вам улыбается какая-то милашка, и ваш пастор говорит вам, да нет проблем, мы современные люди, все это потом, все лучше исправить сейчас, ошибку и так далее. Если вы все это думаете, то просто услышьте меня сейчас. Вы своими собственными руками нанесете такие раны своим детям, и эти раны взыщутся с вас. Не делайте этого. Наслаждайся женой юности твоей. Она должна быть тебе уверена. Избавь ее от страхов. Чтобы она правда доверяла тебе. И чтобы спустя 20 лет, я 20 лет семейной жизни отпраздновал недавно. И каждый год моя жена, я опять делаю предложение своей жене раз в году. В тот самый день, когда я сделал ей предложение, в первый день она быстро ответила, да. А теперь она надо мной издевается. И каждый раз в этот день, раз в году я говорю, дорогая, выходи за меня. Ну, как бы будет такая игра у нас, мы еще на год продляем контракт. И она надо мной целый день измывается и обязательно под занавес дня говорит, ну, конечно, да. И, знаете, мне хотелось бы вот просто мужикам сказать, и из-за отсутствия сильных мужиков в жизни женщин столько страхов, боли, в жизни детей столько трагедий. Я просто хочу сказать, что верность, любовь, да, я желаю, чтобы вам спустя 10, 20, 30 лет семейной жизни все так же говорила возлюбленная. Ты знаешь, ты лучший человек для меня на белом свете. И это лучшая награда для любого мужика. Лучшая награда. И это... Ай, сейчас разойдусь, ладно, держите меня. Уже разошлись мы. Я считаю, что как бы ни было трудно, ради детей можно смириться с любой ситуацией. Я даже не верю на то, что когда говорят, вот та причина, та причина, каждая причина имеет свою причину. Разберись, почему было это сделано. Возвратись в самое начало и смирись ради благополучия своего ребенка. Это самое ужасное, самое ужасное в виде детей. Живут ради детей. Да, в мире живут. Даже между ними нету жизни, да, но они живут только ради детей. Они на разных кроватях. Чтобы не ранить сердце. Чуть ли не разных комнатах. Ну, мне очень не хотелось бы, чтобы вот этот вариант, не дай бог, понимаете. Есть шанс привилению. Среди надо победить, да. Это, конечно, лучше, чем совсем. Но с этим надо справиться. Любовь, счастье рядышком с тобой всегда. Надо вылезти из своих, знаете, как улитки, как вот эти ежики. И спрячемся там, иголочки друг на друга и обиды. Поссорились, быстренько, быстренько мириться. Солнце-то не зайдет во гневе вашем, да. Уделали штанишки, быстренько простирайте. У меня, кстати, был насчет божьего юмора. Я, может быть, задену чьи-то религиозные чувства. Я верю, что у нашего Господа хорошее чувство его. Самое лучшее. У меня однажды была история, когда мы поссорились с женой и улеглись спать, не помирившись. Ну, знаете, все, да. Все носом к стенке. И вот мне снится сон. Совершенно замечательный сон. То есть мы христиане, мы божьи детки. Я пастор, она, соответственно, попадья по-русски будет, да, наверное. И мне снится сон. Висит веревочка, и трусишки мальчика, выстиранные отцом, и трусишки девочки. И вот так пристегнутый, вот отец постирал и повесил. Я просыпаюсь от хохота просто. И я понимаю внятно во сне, что вот это относится к нашей ссоре. И что наш небесный отец готов как-то решить эту проблему. Я хохочу, жена недовольна. Что ты смеешься? Я рассказываю ей. И мы вместе посмеялись и обнялись, и повернулись носами друг к другу. Я просто, друзья, давайте беречь наши семьи. Давайте беречь наши отношения с Богом, потому что они рушатся через развалы наших семей. И это так сложно потом. Давайте беречь наших детей также. Давайте избавлять наших женщин от страхов, чтобы у них в девичнике были темы повеселее. Ох и темку вы сегодня нам подбросили, а? Нас была другая тема. Ох и тему вы нам подбросили. А женские страхи. Мне кто-то звонит на телефон и постоянно благословляют нас в программе. Нас пишут здесь очень благодаря, что именно эта тема нас благодарят за эту тему. И за все, что вы делитесь с нами. Если мы используемся случаем, мы завтра здесь в вашем городе с моим другом Сергеем Женей будем снимать два портфеля с ником Печенюк. Мы будем снимать два портфеля здесь у вас в Портленде, в церкви New Beginning в 6-7, кто-нибудь знает? В 5 вечера. В 5 вечера завтра у нас суббота. В 5 вечера в церкви New Beginning два портфеля съемки с участием всех желающих. Вы можете приходить, вход свободный. Спасибо. И вы сможете задавать вопросы. Придите, поддержите меня, потому что Демидович, как всегда, будет говорить всякую ерунду. Да, против вас. Да, мне нужна поддержка. Друзья из Портленда, пожалуйста. На самом деле это впервые в истории нашего города два портфеля снимаются в Портленде. New Beginnings. И особенно, что можно задавать вопросы, вы будете отвечать. Любые вопросы. В 5 часов завтра. Предельно жесткие, неприятные. New Beginnings. Можно даже предать меня анафеме. В одной из церквей мы снимали. А у нас звонок? Нет, сорвался. Окей. Ну, пожалуйста, да. То есть, любые вопросы. Мы в вашем полномору спросим. Я когда смотрела ваших несколько снимков, два портфеля, то мне всегда было вас жалко. Демидович почему-то всегда на вас. Мы думали, что вы по правде деретесь. Ну, так. А мы иногда по правде. А потом вы поняли, что это инсценировка. В принципе. Иногда инсценировка. Иногда по правде. Мы, правда, порой сами уже не понимаем, когда что. Когда правда. Когда даже если вы поругались, уже не в счет. Ваше оборудование. Главное, чтобы у вас была совершенная любовь, и тогда все будет нормально. Нет, очень правильно. Любовь победит. Да, ну вот. Показывайте. Давайте перейдем в страх такой. Вот у нас в Америке есть такой страх, как страх потери работы. Я не говорю о том, например, состоянии, если женщина работала, а вот даже если муж потерял работу. То есть остаться без дохода. Ну, вот как в этой ситуации быть? Я понимаю, что в тех странах может это немножко легче, если дома выплачены. Здесь это чуть-чуть другая система. И страх здесь серьезный. Очень серьезный. Вот что бы нам пастор посоветовал, если вот есть такая ситуация? Ничего нового. Упование на Бога, доверие Богу. Это основа всего. Земля по-прежнему вертится, и она в его руках. Вселенная все еще в его воле. У меня был один преподаватель, как-то мы в семинарии, замечательный преподаватель. Я запомнил, его звали Волли Скун, швед. И он каждое утро заходил в аудиторию, и мы все знали, пастора служили, все знали, что будет дальше. Мы знали, что сейчас он подойдет к окну, откроет его, вдохнет свежий воздух, медленно так постоит у окна. Он делает это каждое утро, на каждый раз, когда приходил, и произнесет одну и ту же фразу. Я, честно говоря, забыл все, чему он нас учил тогда. Но я запомнил эту фразу. Он вдыхал воздух и произносил, Бог все еще Бог. И потом переходил к текущему материалу. Друзья, нам важно помнить, наш Отец творец неба и земли. Если тебя завтра выбросят с работы, но он не отвернется от тебя. Если завтра тебя уволят со второй, с третьей. Бог по-прежнему Бог. Если у тебя отберут дом, Бог не расстанется с тобой. Многие, я знаю, это пережили. И как-то и нормально пережили. И не вымерли из-за этого. То есть не впадать в панику, доверять Богу в сложных поворотах жизненных. У меня был один из моих хороших друзей. Два года назад, в разгар вот этих кризисных моментов, я приехал к нему в дом, здесь в Штатах. И он заходит и с порога объявляет мне. Говорит, только что объявил банкротство своего предприятия. Я думаю, ой-ой-ой, а мы ж молились за парня. Он помог там пилигриму здорово. Он не выстрадывается. И он вторую новость. И банк забирает дом. И я за голову думаю, ну домолились мы. Молились как-то за человека. Помогал нам. Домолились. Я в депрессию впадаю. А он достает чековую книжку. И выписывает чек с пожертвованиями. Я говорю, что ты делаешь? У тебя же банк забирает дом. Он говорит, Бог остается Богом. Спокойно, пастор. Успокаивает меня. А вот что случилось через год, когда я приехал. Работа восстановилась. Бизнес пошел вперед. Банк забрал дом, который стоил 700 тысяч. Но Бог чудом дал ему дом за 300, который стоил 1 800 000. Понимаете? Я к чему? Что, ну, друзья, мы верующие люди. Ну да, надо дорожить работой. Надо дисциплинировать. Надо не опаздывать. Но доверять Богу в семье, в работе, в отношениях с людьми, в помолвках, в свадьбах, в семьях. Доверие Богу. Он проведет через любые проблемы. Это избавляет от страха. Мой Бог любит меня. Это мощнейшее основание, исцеляющее душу. Замечательно. Спасибо, пастор. Я перешел плавно в проповедь. Это уже не ради права. Отлично. Так оно и нужно. Так оно и нужно. А что насчет депрессии? Я знаю, что... Как вот вы относитесь к такому понятию, как человек верующий, христианин, и в то же самое время он имеет депрессию? То есть явно, что у него есть страх. Потребляя депрессанты, да. Явно, что у него есть неуверенность, переживание, волнение, весь пакет. Что вы скажете людям, которые в данный момент переживают такую ситуацию? Что это страх? И вылазить этим ежиком, скрученным в колобок, да. К Жене приезжайте в гости, ко мне приезжайте. Я сам спал в депрессию, когда мы поженились только по поводу работы. Свету уволили сразу, когда узнали, что она выходит за такого человека. И она работала в кафе барменом. Ей сказали, все, до свидания, и помахали ей ручку. Я тогда был служителем церкви, там, и мизерную, там, какую-то зарплату, там, помощь получал, и все. И, несмотря на все трудности, Бог оставался всегда с нами, и был кусок хлеба, и благословлял, и давал финансы на детей, и на все. Вместо антидепрессантов, я знаю лекарства от антидепрессантов. Возьмите детей в семью. Весело будет, не соскучитесь. С удовольствием, но здесь проблема. День и ночь будет. Здесь проблема. Я бы девочек взяла бы несколько, но здесь невозможно. Как выдаст что-нибудь с утра, сынуха дочура. Геннадий, ну, уже все, уже мы не можем этого делать. В всяком случае, из России. Из России. Ну, с Украины можно. Все в порядке. Слава Богу. Ну, прекращайте. По поездкам. Я открываю интернет. Ну, это самое ужасное, что мы слышали за последнее время. Да, партия свободы подает себя законопроектом. А, подает. Не-не-не, в Украине пройдет. Самая худшая новость. Я когда последняя посмотрела, последние съемки, когда семья приехала туда, американцы, такая классная семья, приехали, и они имели усыновить ребенка с даунной болезней. И им отказали. Они не знали, что уже закон этот вышел. Они прилетели, находились в гостинице. И когда им сказали... Ну, вроде бы потом изменили. Сказали, что те, у которых уже в процессе бумаги уже сделаны, тем смогли отдать. Слава Богу. Это разбитое сердце этого ребенка. Я не могу представить. Говоря об этом, это, конечно, омерзительный закон. Это вообще... Отвратительный, подлый, гадкий. Но Бог умеет гадости, которые... Опять же, Бог остается Богом. И Бог умеет оборачивать гадости человеческие в добро. При всем моем негодовании политиками, которые так решили отомстить за то, что им закрыли визы и банковские счета, запретить усыновление иностранцев в России. Я, тем не менее, вижу, что Бог использует эту ситуацию во благо. Почему? Потому что уже полтора месяца главная тема во всех новостях – это сироты. Сегодня интеллигенция, люди, просто кто там живет, говорит, ну, да, правительство натворило гадостей. Но нам надо решать эту проблему. И, на самом деле, если мы, опять же, избавимся от страха, то в России и Украине достаточно семей, которые могли бы, взяв по одному, по два ребенка, опустошить все детские дома страны. Я говорю только о христианских сейчас семьях. Если в каждой церкви в России и Украине найдется одна-две семьи, которые возьмут по одному два ребенка, все, дома, детские дома опустили. Каждый сирота может иметь детей. Это то, что мы делаем там, мы вдохновляем на усыновление своими примерами. Но государству это невыгодно, да? Одного ребенка у нас обходится более пяти тысяч гривен. Если считать все расходы, то содержание ребенка в интернате, все посчитать, всю вертикаль власти, чиновников, то на содержание одного ребенка в интернате государство тратит около двух тысяч долларов в месяц. И мы говорим сегодня государству, да, это огромные помещения, это огромный штат. Это огромные. Мы говорим, господа, ну, ну, детей недолюбливайте, да? Ну, хотя бы подсчитайте. Помогите семье, которая берет ребенка. Дайте 200, 300, 500 долларов дайте, тысячу дайте семье, которая хорошая семья. Нет, никто не говорит, давайте алкоголикам там кому-то, да? Но хорошей семье дайте, и мы можем опустошить детские дома. Я верю, что эти гадкие законы Бог обернет во благо. Я не знаю, насколько вы информированы, мы едем вокруг света на велосипедах. Перед вами все-таки кругосветные путешественники. Мы решили объехать земной шар на великах, призывая к усыновлению. И мы очень рады, что это работает. Люди слышат, решаются, преодолевают страхи и женские, и мужские, берут детей и таким образом исцеляются от депрессии тоже. Да, это точно. Всегда проблема в том, когда человек ничем не занят, ничего не делает, легче впасть в депрессию, правда? Когда у тебя есть ответственность, ты отвечаешь за чью-то жизнь, кого ты любишь, дети или муж, или жена, то тогда у тебя нет времени расслабляться и увлекаться своими проблемами, подать свою депрессию. И когда тебе нужно платить все белые ренты, все абсолютно, то тоже не до депрессии. Но это не внимание уделишь, дети, а нету времени на вот эту всякую ерунду, которая тебя отвлекает. Мысли никуда не раздвоятся просто. Ты всегда будешь при деле, всегда у тебя есть работа, всегда у тебя есть чем заняться, с кем поговорить, с детьми. Ну что ж, такая у нас интересная передача получается. Я знала, что у нас ничего не получится в плане девичника такого, раскрытия темы. Простите, что мы сорвали вам женские посиделки. Кеннадий, не надо. Мы очень рады, правда, просто изумительно получилось. Вообще можно было даже тему и не брать, а просто с вами разговаривать. Я понимаю просто каждое интервью, которое у вас берется всегда о портфелях, о детях, правда, всегда на эту тему. Поэтому это неизбежно, то, что мы все-таки вернулись в эту тоже тему, в это русло, потому что то, чем вы живете, то, что вы делаете, и за что, в принципе, по-человечески, вот просто большое вам спасибо и преклоняются люди перед этим вашим трудом. Позвольте еще раз напомнить, что завтра в субботу в 17.00 в New Begin Church мы будем снимать два портфеля с гостями. Мы приглашаем всех друзей, всех, кому это интересно, приходите. Будет интересно, будет горячо. И вот будем рады вас видеть. Задавать вопросы вам. Да, любые вопросы. Я думаю, наши слушатели очень любят задавать вопросы. И надеюсь, если... Тем более вы интересные люди. Конечно, то приезжайте, вы можете задать любой вопрос, который вас беспокоит. Ну, давайте как-то подобщим, наверное, чтобы люди все-таки на хорошей волне мы расстались, да, и чтобы, действительно, вот страх, он не пугал нас. Страх, он неизбежен в жизни, нужно чего-то бояться. Нужно бояться... Бога. Не угодить Богу, правильно, да, быть плохим в глазах Бога, да. Но страх перед людьми в какой-то разумной мере тоже это нормально. Перед обществом, чтобы тоже себя правильно вести как-то и отвечать за людей, которые рядом с тобой, правда? Страх потерять семью, потерять мужа, это тоже нормально. В нормальном, опять же, разумных пределах следить за тем, чтобы твоя семья была в порядке. Все, что от тебя требуется на 100%, чтобы ты делал для того, чтобы твоя семья осталась, чтобы твой муж не ушел или твоя жена не убежала. Не просто так, вот Господь тебе доверяю, и все. Как оно есть, так и будет. Никуда не денется, потому что она вышла за меня замуж. Нет, в наше время такого уже нет, к сожалению. Поэтому, Геннадий, ваши вот пожелания. Все страхи корнем уходят в страх смерти. Если мы решаем эту проблему с Богом, если мы действительно верим в небо, то нам нечего бояться, у могил ли друг друга стоя, у постели ли прикованного к постели близкого человека. Любую трагедию мы тогда можем пройти, если мы понимаем, мы идем в вечное, удивительное, невероятное... Нельзя, небе нельзя. Я сейчас... Мы пойдем еще на 5 часов. Это моя любимая тема. Спасибо за то, что вы пригласили нас. Мы рады побывать на первый девичник в моей жизни. Я на девичнике побывал. Хорошо, да? Надо же нам только правильно объяснить это. Мы должны написать все, да. Интересно было с вашим участием, потому что нам тоже нужно было узнать мнение мужчины о страхе женщины. Ну, вообще, ну, хорошо, Свет, ну, что ты узнала? Что ты узнала? Оказывается, страха не должно быть. Надо бояться смерти, страха не будет. Я узнала одно, что совершенная любовь изгоняет страх. Если я доверяю Господу, если я люблю Его всем сердце, всей душой, я стремлюсь к этому общению с Ним, то во мне не будет места страху. Меня поразил пример в жизни Евгения. Вот поступок его жены, это просто… Хочу добавить, когда страх, ну, говорили, Свет, а как ты потом… Мы своих троих похоронили детей. Она стояла у могилы и закапывала, видела, как детей захапывала. Хоронились детки. Да, детки умирали, детки. И ей хватило сил, ей хватило любви. Все равно брать, брать. Еще и свою потом родили. Вот просто доверяя Богу и совершенная любовь. А доверяя Богу, движет нас всех совершенная любовь. Просто не будет ни депрессии, ни страхов. Все мы люди, все мы чего-то боимся. Ну, надо сделать свой акцент на Бога. Да. Ваше слово заключительно, пастор Евгений. Не бойтесь. Повторяют ангелы вновь, вновь и вновь и вновь. Не бойтесь. Если вас бросят люди, не страшно. Если вас недооценят люди, ничего страшного. Если от вас отвернутся близкие, не проблема. Если друзья бросят вас, не бойтесь. Если дети ваши пойдут и начнут делать, не бойтесь. Держитесь за руку Божию и с ним вместе решайте проблемы со своим страхом. Наполняйтесь смелостью, верой, силой, позитивом. И идите в сторону близких, родных, детей, женихов или невест, погибающих людей. Не бойтесь, не бойтесь. Постоянно повторяли ангелы. Дай Бог нам это услышать. Замечательно. Благодарны еще раз. В следующую пятницу Девишник выйдет вовремя, в 10 утра. И еще раз приглашаем вас завтра в 5 часов вечера. Увидимся в New Beginnings. Всего доброго. На двух портфелям спасибо большое нашим гостям. Спасибо вам за ваше внимание. Оставайтесь с Богом, с миром. Шаббат шалам. Субтитры подогнал «Симон»